Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко, глядите у гэтым выпуском. Сегодня у Гомеля отбылось выездное посаджение постоянной комиссии Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь по региональной политике и мясовым самокеровании. У регионе с официальным визитом находится надзвычайный и полномоцный посол Французской Республики у Беларуси с подарды Дьеканес. До 20 лютого працаздольные грамадяне, якие у 2015 года не працавали, повинны выплатить сбор у 20 базовых величин. ЗАГС и сёня працавали в аузмоцненном режиме. По меркованне молодых веселье у День Святого Валентина зробить шлюб трывалым и счастливым. И больше подробно об этом не только. Депутаты постоянной комиссии Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь провели сёня у Гомеле выездное посаджение. На парадку дня реализация законов об радоцинной беспеции насельництва и об правовым режиме территории, якие подверглися радиоактивному забруджванию. Гэтые документы были приняты некальки годов тому, и на думку депутатов, некоторые положения мают потребу у Дапрацовцы. Могчымыми нововведениями потекавился Олег Сенсероу. Институт радиологии установил, ведомый не только в Беларуси. Сегодня ее партнерами заявляется агентство по атомной энергетике СМГТ, ученые с Франции и Норвегии. Если сразу после Чернобырской катастрофы тут начинали со сбора даденных об ситуации на потерпелых территориях, то зараз не только дают конкретные рекомендации по каждой территории, а ей пропонуть широкие новостейных технологий для ведения в творчестве. При двух обоязковых умовах это повинно быть экономично обгрунтовано и беспечно для здоровья людей. Возделывать все культуры невозможно, потому что это экономически невыгодно. Наши почвы, которые на загрязненной территории в Гомельской области и часть та загрязненная в Могилевской области, это почвы легкие по граду на леометрическому составу. Поэтому это супесчаная почва, это песчаная почва. Для них больше приходны, конечно, зерновые культуры, это кукуруза, как альтернатива, вот я говорила, сорговые культуры, пайза. Это те культуры, которые целесообразно возделывать на наших землях и получать хороший экономический эффект, хорошую урожайность. Если после Чарнобыльской катастрофы об этом навык не марали, то сейчас это уже реальность. В Институте лесу, Национальной академии наук, генные инженеры займаются уже в некоторых годах. В пытаниях эффективного выкрасывания лесов во умовах градоцинного заброживания тут досягнулись значимых успехов. Со свет навядомыми можно назвать и распросовки Республиканского науково-практичного центра датацинной медицины и экологии человека. Эндокринология, применевая диагностика, гемокоррекция – это только некоторые на керунке деянности центра. Республиканский науково-практичный центр радиоцинной медицины открытый в снижении 2002 года. Зараз что год только в местном стационаре проходит лечение до 14 тысяч человек. И еще 60 тысяч в поликлинице. Сучасное обсталевание позволяет проводить реабилитацию на самом высоком уровне. Члены постоянной комиссии Совета Республики национального схода упогаджаются. За 30 чернобыльских годов взроблено шмат, а для той же закона про доцинный беспицы населенства был принятым аль 20 годов тому. За этот час шмат чего изменилось, а тому некоторые положения потребуют унесения корректив. И еще одна огученная проблема. При наявности довольно значной колькости корыстных распросовок их укоронение часто нельзя назвать эффективным. Наша наука разработала очень много предложений. В части, будем говорить, развития соответствующих территорий, в части оздоровленческой политики и многое другое. Но, к сожалению, многие наши, будем говорить, министерства, ведомства, в силу каких-то определенных обстоятельств, не всегда используют вот эти направления в виде, будем говорить, прикладных направлений в работе. То есть, то ли где-то не хватает средств, то ли где-то, значит, не хватает желания. Поэтому наша задача в обобщенном виде видеть эти направления и в какой-то степени вместе с научными нашими учреждениями проталкивать непосредственно в жизнь. Олег Сентярум, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Так само среди официйных подей этого дня – визиту «Гомель» надзвучайного и полномочного посла Французской Республики в Беларуси Дедье Канеса. В программе «Сустреча с керавництвом в области. Ознаймленье с экономичным потенциалом и социальной сферой региона». Под обязанностями Володая Дмитрий Котау. С подарки Дедье Канес, посаду посла Французской Республики в Беларуси, займается снежня минулого года. Это его первый официйный визит в наш регион. Распорчался он с наведыванием гимназии номер 46, которое носит имя Блеза Паскаля. Выдатный французский ученый и философ заявляется уродженцем города Клермон-Ферран, с которым у «Гомеля» установлены побратимские совести. Дипломат ознайомился с организацией учебного процесса во установе. После провел встречу с наставниками и наученцами, подчас которой отказал на их питании. До речи, размова велася на французской мове. «Гимназисты с 2000 года, 10 класс, имеют возможность выезжать каждый год на стажировки в лицей имени Блеза Паскаля и имени Жанны Дарт в Лермон-Ферран, что позволяет им на практике применить те знания, которые получают дети в гимназии, и, скажем, благотворно потом уже применять во своей взрослой жизни. Ну и данное образование повышает, естественно, конкурентоспособность наших пасканков на рынке труда». Офицейный визит протягнулся у Гомельске «Мабл» выконками. Размова подчас встречи с кировнистом региона об поширении двухбоковых относинов у голени экономики. Поколь на территории Гомельской области працует одиное предприемство с французским капиталом – «Комконт», которое специализуется на распроцовце и выработке отепляльного обсталевания. Однако с подарка НЭС сподяется, что в будущем не таких прикладов экономичного супрациониста станет больше. «Это один из приоритетов моего визита в области, изучать какие-то возможности развития французского бизнеса в регионе. Мы договорились работать над этим, чтобы создавать эти перспективы». У программе «Другого дня визита» – встреча с кировнистом Гомельского гарвы «Конкама», а так само наведывание предприемства «Комконт» и поездка в Чаширский район. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Меньше как тыйдень застався уже хороу Гомельщины, как вызначиться с выплатой сбору по декрету номер 3. До 20 лютого працездольные грамадяне, которые в 2015 году не работали, должны выплатить сбор в 20 базовых величин. Платить повинен не каждый, а только тот, кто не смог доказать, что не удельничал у финансовании державных выдатков по уважливой причине. Для этого грамадяне звертаются у податковой инспекции и специальные рабочие группы «ГАР» и «Райвы Конкама». Подробности в сюжете Настаси Кучинской. Жихарка Гомельского района Людмила Шалаева – одна из тех, кого вызвали ляд выплату сбору на финансование державных выдатков. В 2015 году она не працавала, треба было ратовать близкого человека. Муж получил инсульт, сильнейшая форма инсульт с кровоизлиянием, операцией, долгая реабилитация. Лежачий был временно, я не могла работать. Обратились мы в исполком, нас освободили. Таких, как Людмила Михайловна, в Гомельском районе больше за 20 человек. В областном центре задоволили заявы 110-ти горожан. Это люди, которые трапили тяжкую житевую ситуацию. Их от выплаты податку вызволила рабочая группа «ГАР» и «Райвы Конкама». Она сбирается двойче на тыдень, сяродной больше расповсюдженных причин, по яких вызволяются от выплаты серьезные захворывания, учеба, служба в Узбройных силах. Члены рабочей группы мкнутся максимально объективно с позиции человечности оценить ситуацию. Прежде всего мы смотрим общий трудовой стаж, мы смотрим возраст человека, если человек предпомиссионного возраста. Также определенной категорией являются студенты, которым не хватает буквально несколько дней. Они закончили в конце июня учебное заведение, учились наплатно, не смогли потом трудоустроиться. У Гомеля отбылось и первое судовое посяжение по декретии номер 3. Один из гамельшан выбрал такие шляхы вызволения от податку. В суде Центрального района было предварительное судебное заседание по гражданскому делу по жалобе Семенова Александра Степановича на решение инспекции МНС по Центральному району города Гомеля, ущемляющие права и законы интереса граждан. Рассмотрение данного гражданского дела назначено в открытом судебном заседании на 15 часов 21 февраля. По кульсу дысправа у целому Гомельской области от выплаты податку вызволили больше 200 человек. Их это не самые оперативные даденые. Рабочая группа по разгляде за ее гражданств вороны во всех районах в области. Працуются они регулярно, лишь бы худко меняются. А пош не день, коли треба оплатить сбор 20 лютого. Але рабочая группа в Иконкаму будуть працавать и после этого дня. Ты, в кого вызволить от податку позднее, так само не придется ничего оплатить. Головная произвороте у комиссию, як мага больше подробязна документально подтвердить свою тяжкую житевую ситуацию. Решение принимать тяжело всегда. Вдвойне тяжелее принимать решение, если заявитель в своем обращении указал просто. У него была трудная жизненная ситуация и он просит освободить его от оплаты сбора. Никаких документов о доходе, либо попытках трудоустройства, либо причину нетрудоустройства он не указывает. В данном случае, ну какое может быть решение? А тримать консультацию по пытаниях декрета номер 3 можно у податковых органах. Тут створены специальные гараши и линии. Их номеры можно знайсти на сайтах райвы Канкамау. Телефоны у Гомеля вы бачите на своих экранах. Настасия Кучинская, Игорь Марышченко, телерадиоакомпания «Гомель». По подозрению о здяснении тяжкого злочинства правоохоуники устанавливают особу мужчины. Его прикметы на выгляд 50-60 годов, рост каля 180 см, хударлявый телосклад, волосы севые, борода да ужиней каля 1 см. Был опранутый у куртку черного цитем на широкого колеру до пояса – черные штаны. На голове кепка черного колеру с козырком. У момент здяснения злочинства был у окулярах. У выпадку отримания какой-нибудь информации про особу мужчины, супрацовники отдела внутренних справ администрации Центрального района Гомеля просить связаться с ними. Номер телефона – плюс 375-29-608-96-02, альбо 102. Промая телефонная линия заутра пройдя во управлении внутренних справ Гомельского облывы Канкама. На пытание, яке отыщатся деянности правоохонных органов, откажет первый наместник начальника УУС полковник милиции Сергей Матьвеевич Дзямковский. Номер телефона – 96-74-32. Промая линия будет працывать с 11 до 13 годин. Протягиваем выпуск. У складания кветок, допомников и поминальные службы во всех храмах. Завтра у Беларуси означать День памяти воинов-интернационалистов. У 1989-м годе советские солдаты перешли мост по хроничной раке Амударья под Термезом. Так завершился вывод советских войск из Афганистана. За маль 30 тысяч беларусов, які воевали на афганской земле, до дому не вернулись и 771 человек. З их 124 – наши земляки. Сегодня в области проживают 3790 воинов-интернационалистов. Завтра мероприемства по традиции открыются областной поминальной акцией «Запали свечку памяти». Яна почнется у Свято-Петропавловским кафедральным собором у 11 годин. После этой акции во всех храмах Гомельской области, где есть погибшие, там будут проходить поминальные акции с упоминанием всех погибших, умерших воинов-интернационалистов. В городе Гомель 12 начнется поминальная служба в Иверской церкви. Урочисты митинных с ускладанием кветок до монумента воинам-интернационалистам пройдя у микрорайоне Любинске. Завершатся памятные мероприемства с устречами воинов-интернационалистов с молоддю у навучальных установах и войсковых частях. Закаханы усягу свету сегодня означают самое романтичное свято у годе – День Святого Валентина. Яну, относно недавно, пришло до нас с Заходу, але поспело замацавацца у календары и набыть свои традиции. 14 лютого свято романтики и пяшчоты, а вось супрацовники ЗАГСа упрацуют во взмocненном режиме. Так, у Доми грамадзянских обрадов сегодня зарегистровано 10 новых шлюбов, что в 5 разу больше, чем у звычайных алторок. Личится, что союзы, заключенные в этот день, будут вылучаться романтичностью и экстравагантностью. Навод, после многих годов, проведенных разом, такая пара заховая у одной сынах пяшчоту. Молодые верят, что гэты особливый день принесе у их сумесное життё еще большую взаиморазумение и радости. Мы познакомились в лицее. Вместе мы уже почти 6 лет. И пожениться мы решили 14 февраля – День влюбленных. Знаменательный такой день. Очень символично. Очень символично, да. Какой день может быть лучше. В Доме грамадзянских обрадов в минулом году было зарегистровано коля тысячи шлюбов. Все лето 90 закаханных пар поспели умоцовать свои относины. Середний взрос молодых при уступлении у шлюб зараз складает 25-27 годов. Специалисты личат, что такие пары значительно больше ценят свои относины и мкнутся захавать почутки. Подарунок до свято подрыхтовала гомельчанам центральная городская библиотека имя Герцена. Тут открылась коллективная выстава гомельских фотографов под назвой «Закаханы люты». Каханне может быть первым, пяшчотным, ничеканным, шаленым. Миновита таким, розным, яну полстае на фотосдымках. У основе выставочного проекта думки и в образе неординарных людей. З одного боку – идеи фотографов, з другого – характеры и эмоции закаханных пар. ГЭТ, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. И на этом выпуск завершенный, у студии працавала Наталья Игнатенко. Усяго вам доброго и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова